Салют, друзья, с вами Интересный и я Фикус. Вы помните эту бочку? Кто её помнит, должны также знать, что мы планировали из неё сделать плавающий дом. И сегодня как раз тот день, когда мы это сделаем. Итак, сегодня у нас будет очень уникальное видео, потому что таким способом мы будем плавать впервые. Как правило, мы использовали винт, либо весла, либо вообще просто дрейфили за ветром. Но в этот раз у нас будет нечто уникальное и интересное. Мы взяли вот такой вот специальный агрегат. Это какой-то некий аэро... не знаю, как это называется. Для того, чтобы оно отталкивало предмет на воде, либо на льду. И эта штукенция должна наш будущий дом-бочку тянуть на воде. Или отталкивать. Ну что, вы поняли. Включаем? Да. Как вы заметили, эта штукенция очень мощная. И мы надеемся, что этой мощности нам хватит, дабы наш дом-бочка плыл. Мы, кстати, хотели сделать... Помните, мы делали аэросани. Так вот, дождёмся осени, выпадет снег. Мы попробуем с этой штукой ещё сделать аэросани. Мы давно обещали снять вторую часть, когда у нас всё получится. И, возможно, вот эта вещь нам в этом поможет. Мы нашли применение для наших пенопластовых хубиков. Мы наполняем этим наши трубы ПВХ, которые по своему размеру как раз подойдут идеально для того, чтобы наша бочка не перекидывалась и держала идеально баланс на воде. То есть это будут такие себе, знаете, как, не знаю, балласт, поплавок, которые будут удерживать нашу бочку относительно в ровном состоянии. Вот. И, как вы поняли, самый идеальный вариант засыпать туда пенопласт, это поставить трубу вертикально и с крыши его засыпать, как какой-нибудь сосуд. Кстати, короче, мы уже... Вот первая труба, которую мы уже полностью засыпали. И вот, посмотрите, она полная кубиков. Вот такие вот две турбины у нас получились. Мы сделали впереди вот такие вот конусы для того, чтобы была лучше обтекаемость, если вдруг мы будем очень на большой скорости рассекать по волнам, в чём я сомневаюсь. Но мы посмотрим, потому что такой аэровентилятор мы ещё раньше не использовали. Вот. Также мы пропинили все щели, дабы эта труба не набиралась внутри водой. Хоть там и есть пенопласт, но всё равно, если наберётся туда вода, оно утяжелит конструкцию, и мы будем немножко проваливаться под воду больше. Кстати, если вы ждёте продолжение постройки нашего дома на даче, вот этого двухэтажного огромезного домища, то мы заказали все нужные материалы для дальнейшей постройки. И на следующей неделе мы вам покажем, как будет преображаться наш дом дальше. Если вы ждёте вместе с нами, то обязательно ставьте лайки и пишите об этом в комментариях. Друзья, выглядит просто бомба. Скажите, мы на крыше сделали специальную такую площадку, чтобы зафиксировать этот огромный винт. Я вообще не знаю, как это вообще называется. Это аэроустановка, короче, да? Я только сейчас заметил, что это Ямаха. Посмотрите, как оно выглядит. Я думал, они только эти пианино делают. Как оно выглядит? Просто я не знаю, как оно на воде будет выглядеть. Кстати, напишите в комментариях, как вам красный цвет. Потому что у нас есть сомнение, что это был правильный выбор. Мы решили проверить мощность нашего аэродвигателя. Сейчас мы его приделали к нашей такой конструкции. Полутачка, полугиромашинка или как это назвать. И сейчас проверим, будет ли эта конструкция ехать с помощью этого агрегата. Друзья, я уверен на 100%, что было бы быстрее раза в 2-3, если бы просто здесь никто не сидел. Просто у этого нашего мотора не хватает забора воздуха. Не хватает, чтобы был такой поток большой, который будет двигать. Но я уверен, что на нашем доме, плавающем, все получится круто. И будем просто летать, короче. И согласно теории Сереги, если мы этот агрегат поставим сверху нашей бочки, мы его там и поставим, то забора воздуха будет больше. И, соответственно, движение будет тоже больше. Как вы помните, в этой бочке было очень много отверстий и дырок, поэтому сейчас мы все это заделываем герметиком. Конкретно в этом месте была самая большая дырение. Она была по размеру даже больше нашего объектива, где-то вот такая. Поэтому мы взяли металлическую ладку, такую большую панель и скрутили шестью болтами. Итак, у нас есть аэромеханизм, который будет двигать наши лодки. Но нам еще нужен поворотный механизм. То есть та часть, с помощью которой мы сможем маневрировать на воде. И ей будет вот такая вот вещь, которую я уже заканчиваю. Сейчас я приделываю ручку. Она будет находиться здесь. Ручка будет внутри бочки. И вот как-то вот так это должно работать по нашей задумке. Все, ребята, можно никуда не пыть, не отчаливать. Меня все устраивает, все нравится. Давай, захлопывай мне сюда варежку. Подавай мне электричество, а я буду здесь тусить. Представляете, идет дождь, а оно не промокается. Я-то думал, через щелочку будут прокапывать, а нет. И оно так красиво, здесь вот все кабелишечки собираются. И оно так прикольненько. А я тем временем уже нашел победителя на комментариев. А в предыдущем видео победил рандомный комментарий с никнеймом Див Хоб. Извините, если неправильно. Если ты хочешь, чтобы твое имя прозвучало в следующем видео, и мы его написали на стене, обязательно поставь лайк, досмотри видео до конца, и напиши любой комментарий внизу. Там очень уютно, очень классно, но как оно будет плавать, мы уже увидим завтра. Потому что начинается дождь, уже темнеет. Завтра, с этой лица пораньше, сразу вплавь. Кстати, видите, мы вот сделали вот такой поворотный механизм. Вот сейчас он получается на прицепе, его нельзя проверить. Но вот здесь у нас регулятор. Видите? Вот. Так что, а вверху будет стоять наш аэромотор. Все, ребята, мы готовы. Я уже с нетерпением жду, когда мы поплывем, поэтому заводим машину и в путь на озеро. Что ты тут спрятался? Я утепляюсь. На улице очень-очень сильный ветер, такой порывистый, пронизывающий, поэтому мы очень переживаем, что наша эта конструкция вообще отплыла от берега, потому что этот ветер поднимает просто громоздкие, огромные волны. Ваше фикусинство, вам подходит этот берег? Неа, нисколько. Почему? Потому что нас волнами приведет к берегу, и я думаю, что твой вентилятор вообще нас не потянет. Дело в том, что, ребята, ветер дует в сторону берега, и поэтому есть шанс, что мы даже не сможем отплыть. Правильно? Правильно. Мы нашли более подходящую локацию, с таким вот прозрачным водоемом, и сейчас как раз продумываем то, как мы будем опускать нашу конструкцию на воду, потому что спуск здесь достаточно резкий, и мы все-таки надеемся, что нам удастся сделать это максимально практично и нетравматично. Все, друзья, мы опустили конструкцию на воду, теперь осталось переделать туда аэромеханизм, вот этот вот, и все, можно кидать трап, залазить и плыть. Ребята, вы только взгляните, насколько атмосферно выглядит эта конструкция. Знаете что, сперва я хотел, чтобы мне поставили трап, и я по трапу залез внутрь, а сейчас понял, что наши вот эти турбины, которые по бокам, они позволяют по ним заходить в наш плавающий домик, бочку, аэродом, короче, я не знаю. Не, здесь обалденно, реально, если эта штука вообще будет плавать, это вообще шикарно. А жабы как плавают. Я помню, когда мы снимали первую нашу лодку из бочки, которая маленькая была, это было очень круто, мне очень-очень запомнился этот видос, но эта бочка раза в три больше, здесь в три раза круче. Тебя жабы ржут. Итак, друзья, мы решили сперва испытать нашу бочку и проверить, не тонет ли она, не протекают ли наши дыры, и как видите, все прошло успешно, все отлично, и теперь можно отвязывать нашу веревочку, включать мотор и плыть на середину озера. Сейчас что-то утонет с моим весом, сейчас мы проверим, прав ли фикус, когда говорит, что я жирный. Да, ты жирный, ты сейчас сам утодишь и меня понадобишь Да он не успел залезть, уже бочка тонет Давайте мне его Мне надо как-то туда нырнуть Нырни Ух ты, тут уюта, короче Теперь ты понял, почему мне так понравилось это видео с бочкой? Тогда бочка была в три раза меньше Блин, тут реальный домик Понимаете, это не лодка, а именно домик, потому что здесь полностью здесь есть телек Всё есть Ну всё, заводи, давай Задраиваем лук Друзья, мы поплыли, вы только посмотрите на эту скорость Мы идем, реально Есть небольшой минус, это то, что мы плывем против ветра, и он нас очень сильно сдерживает Но несмотря на это мы всё равно двигаемся даже против ветра Друзья, домик получился невероятно уютный, мы сейчас заглушили мотор, чтобы здесь хотя бы что-то было слышно, потому что гул невероятный И сейчас мы дрифтим и почти приблизились уже к другому берегу Вы представляете, мы переплыли на нашем аэродомике всё озеро Оно казалось с виду гигантским, но мы это сделали буквально за считанные минуты И уже вот рукой подать на другом берегу Да, реально Смотри А на том берегу А мы к нему, кстати, переплываем И мы очень боялись, что за счёт того, что здесь большая парусность, мы не сможем отплыть Но в данном случае это наоборот нам на руку, потому что когда мы заглушаем наш мотор, то за счёт парусности мы можем двигаться дальше Ну давай, прикиньте, мы просто подплыли к понтону Круто, да? Здесь в окошке такой пейзаж классный, просто смотришь, у тебя на половину окошка, оно ещё такой как алюминатор Получается здесь вода, там зелёный берег и красивейшее голубое небо с белыми тучками, вообще шикарно Всё, я нашёл себе другого продюсера, прощайте, я уплываю Огня! Оставайтесь здесь Субтитры делал DimaTorzok Ладно, запрыгивай, куда я без тебя поплыву? Заходи Хотел смыться от меня? Друзья, как я уже говорил, домик просто невероятно уютный, в нём просто потрясно Я бы хотел вот так заплыть на середину озера и остаться там, не знаю, дней на 3-4 Единственное, о чём я сожалею, это то, что мы не сделали здесь якорь Потому что было бы очень круто заплыть на середину озера, бросить якорь и просто остаться там Вот сюда можно рыбачить, смотреть телевизор Который Серёга сжёг и он не работает, но можно взять с собой ноутбук Особенно, когда очень хорошая погода и на озере Штиль, можно просто лечь у окошка и смотреть на потрясающий пейзаж Очень красивые виды открываются, потому что там блестит водичка На фоне, вот там на горизонте, видна зелень и прекраснейшее голубое небо Я очень хотел бы здесь провести 24 часа и переночевать, представляете, на воде и плыть куда-куда, вот тут унесёт волны Вот, но сейчас реально холодно и здесь растопить не получится, поэтому это мы отложим Но если вы хотите 24 часа в этом домике, обязательно пишите комментарии Наша капсула всё же плавает, и по-моему эксперимент удался Напиши, ждёшь ли новую серию настоящего дома и обязательно оцени наше предыдущее видео, они реально крутые Подпишись на канал, жми колокольчик и жди новое видео в следующую субботу С вами был интересный Фикус, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok